Мы продолжаем Ольга Шоу, и вы слушаете нас каждую субботу в прямом эфире, поэтому вы можете нам позвонить по телефону 408-912-5265, 408-912-5265. Ничего страшного, если вы пропустили передачу, а если она вам понравилась, как, например, сегодняшняя специальная передача для всех наших матерей, а также для всех тех, кто любит своих матерей и хочет вспомнить о своих матерях, потому что все мы произошли от матерей, не правда ли? Безусловно, какой-то непонятный человек говорил об обезьяне. Но это было не у нас. Что же, мы продолжаем Ольга Шоу и Аркадий, мой соведущий. Я хочу сказать, друзья мои, у нас есть одна замечательная песня, которую вы сейчас услышите. Один диск Мартин принес, называется «Эйдиши мамы». Сейчас вы его услышите. Да, и так, наша песня для наших слушателей. Иван Ребров. Да, Иван Ребров. В исполнении Ивана Реброва. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, друзья, у нас замечательная была песня. Иван Ребров исполнил очень профессионально. И я продолжаю. Я придаю слово Валерию Нестерову для продолжения своей программы, которую он готовил и начал до перерыва. Взял слово. Значит, во-первых, я вспомнил... Двумя руками. Агнию Барто. Агния Барто, у нее такой стишок с моим участием. Без ее разрешения. Наша Таня горько плачет. Уронила в речку мяч. Тише, Танечка, не плачь. Мама купит новый мяч. То есть, вот, мама участвует совершенно во всем жизни детей. Дальше. Уже маленький мальчик. Он уже... У него есть десять пальчиков. Но есть и проблема. Только бы не сбиться вдруг. Я считаю пальцы рук. На обеих вместе их должно быть десять. Пальцы все в кулак собрал, крепко их держу я. Но лишь чуточку рожал. Пальцы в рассыпную. Как теперь я не пойму их поймать по одному? У меня лишь две руки. Ну-ка, мама, помоги. А потом дальше уже немножечко повзрослее. Все равно мама участвует во всем. Учитель поставил мне двойку сегодня. Станет она через год прошлогодней. И вот из-за двойки почти прошлогодней мама в кино не пускает сегодня. Ну, то есть, тут процесс взросления есть. И вот, когда я уже сам прошел этот процесс взросления, вырос, и мамы уже не было рядом. И вещей вот этих сандалиев, платочков, которые она завязывала под горлом, этого ничего нет. А те вещи, что есть, уже не служат как вещи насильные или предназначенные. Для чего они предназначены? А служат как напоминание о маме. И глядишь на эти вещи и чувствуешь ее любовь, которая совершенно была, в моем случае, необоснованная. И тем не менее, вот это безусловное. Ну, и я, благодаря Аркадию, он меня, так сказать, настраполил. Я сочинил два стишка о маме. Надо их еще найти. Вот они уже. А я слушал по вороте. После этого он пил о маме. Я написал. Вот поет о маме знаменитый тенор. Слушая его, весь мир затих. Всей планеты мамы слушают, наверное. А моей вот мамы нету среди них. Я пою о маме, хоть и не певец я. Все о том, что прежде не сказал я ей. Я пою о маме, подбиение сердца. Я пою о маме, навсегда моей. А потом дальше немножечко погрустнее, может быть. Там тоже не... Поскольку мама у меня вместе со мной, когда началась война, то она была в Ленинграде. Поэтому начинается стихотворение так. Моя мама о войне не знала. Вот и родила перед войной. А беда народная настала и не обошла нас стороной. Ведь жила интеллигентка в Ленинграде. Книжки есть, но нет сухих грибов. И капусты нет. А Ленинград в блокаде. Ни еды, ни досок для гробов. Затемнение, темнота и холод. И младенец даже не кричит. Лишь в глазах его бездонный голод. И животик вздулся и урчит. Лед на улице, воронки, экскременты. А в ведре свинцовая вода. Метроном отмеривал моменты. И минуты длились года. Дотянуть ведро нутром колея. Под обстрелом груз не обронить. И для каши казеинового клея Пушкиным буржуйку затопить. Два сыночка у тети Зои. Оба умерли первой зимою. Карточки хлебные их отоварены. И мне на жизнь тете Зои подарены. Вырос я. Убираю цветами могилы. Но убрать не могу вину. Мама, мама, поздно понял я, как ты любила и как выиграла для меня войну. Вот. Продолжать? Да. Давай сейчас сделай перерыв. Хорошо. Я сделаю совершенно неожиданный для всех восход. Я приглашаю к микрофону молоденькую девчоночку, которая у нас находится в студии. Такой же волонтер, как и я. Ее зовут Юля. Юлечка, сюда ближе к микрофону, пожалуйста. Давай, детка, да? И несколько слов о маме. Ну, моя мама, она очень трудолюбивая, она очень хороший человек. И, конечно, я живу в тенинерских года и я все делаю сложно на нее постоянно иногда даже на нее ору. Ты на нее орешь? Иногда. Это вот молодежь пошла такая, да? Вот это прогресс. Я хотела измениться перед мамой за все, что я плохого сказала. И она очень хороший человек, она потеряла очень много веса. Она болеет? Не, она не болеет, она просто занимается зарядкой и хорошо ест. это очень, не знаю, как по-русски это слово, это очень inspiring для меня. То есть, она ведет правильный образ жизни. Я думала, что ты ее уже так, как это было, довела до такого нервозного состояния, что она стала просто терять вес и таять на глазах от стресса. Но она ведет правильный образ жизни. Хорошо это, может быть, у нас есть с ней о чем поговорить и она может с нами поделиться даже со всеми. Я очень рад за вас, у вас замечательная дочка. Главное, что она понимает свои ошибки и я надеюсь будет исправляться. А это уже первый шаг. Да, буду. Ну, хорошо, спасибо тебе, малыш. Спасибо. Так. Ход конюм был. Пригласили мою стажерку. Она второй раз всего лишь здесь. Да, так что... Но зато она уже успешно чувствует себя уверенно возле микрофона без всяких проблем. Молодец. Я хочу прочитать еще одно стихотворение. Честно говоря, стихотворения у меня на эту тему несколько, но я предполагал, что я буду минимуму, по минимуму занят, больше давать возможность читать Мартину, Валере. Поэтому я одно прочитаю, а потом опять ребята будут не забывайте матерей. Они печалятся в разлуке. И не для них страшнее муки молчания собственных детей. Не забывайте матерей. Они ни в чем не виноваты, как прежде их сердца объяты тревогой за своих детей. Пишите письма матерям, звоните им по телефону, они так радуются вам, любому вашему поклону. Не забывайте матерей. И для молчания нет причины и глубже с каждым днем морщины от равнодушия детей. Средь суеты и праздных дней услышьте, господа и дамы, болит душа у вашей мамы. Не забывайте матерей. Пишите письма матерям, звоните им по телефону, они так радуются вам, любому вашему поклону. Не забывайте матерей. вот такое вот, не знаю, оно может быть не праздничное, было написано, поверьте мне, по очень грустному поводу, но, по-моему, это достаточно реальная ситуация по жизни. Все, теперь я отхожу от микрофона и приглашаю к микрофону Мартина Мелодиева. Опять же, человека, которого не нужно представлять абсолютно. Ну что ж, отдохнули, Мартин? Да, отдохнул с удовольствием, наслушал. Очень разнообразная у нас программа сегодня получилась. Да, у нас очень насыщенные программы каждую субботу. Да, да, я... У нас есть телефонный звонок, давайте ответим на телефонный звонок, говорят по-русски там. Говорит соли? Хорошо, мы, значит, у нас телефонный звонок, и поэтому сейчас у нас тут несколько телефонных звонков и несколько людей отвечают. Алло, вы в прямом эфире? Добрый вечер. Алло, добрый вечер, меня зовут Света, я живу в Сан-Хозе, я слушаю ваше радио. Здравствуй, Света. Здравствуйте, я бы хотела поздравить с приближающимся Днем Матери, поздравить всех женщин, всех матерей с этим праздником, и в первую очередь я бы хотела поздравить свою маму, ее зовут Майя, она тоже живет в Сан-Хозе, и... Как ее зовут? Майя. Ее зовут Майя, она самая лучшая в мире мама, и я бы хотела заказать для нее песню, если это возможно. Да, я думаю, у нас немножко тот, может быть, если сегодня не получится, то мы это с удовольствием сделаем в следующую субботу, но тем не менее я хочу взять этот заказ, чтобы вы заказали для своей мамы Майи. Как называется песня? Я бы хотела заказать песню Тамары Гверцители «Мамины глаза». «Мамины глаза», хорошо. Расскажите, пожалуйста, почему ваша мама самая лучшая? Ну, наверное, для каждого человека его мама самая лучшая. Ну, я очень люблю свою маму, и она всегда старается помочь своим детям. Она вырастила двоих детей, теперь помогает растить шестерых внуков, и всегда старается помочь, понять, поддержать. А сколько вам лет, Света? Мне 42. Вау, у вас очень молодой голос. Я думала, это ученица, так мне Юля тоже позвонила, я пригласила её к нам работать, сказала, нам нужны помощники. Вот, и я хотела тоже вас пригласить, думаю, вот, помощница ещё одна звонит, я уже прямо обрадовалась даже, но тем не менее, пожалуйста, если у вас будет желание когда-либо посетить нашу студию, пожалуйста, можете даже привезти свою маму, но по крайней мере, если хотите, у нас будет Microsoft Store Valley Fair, будет Ольга Show Live, это будет во вторник, четверг и в пятницу, мы там все будем, и там и по-русски, и по-английски, будет большая публика, это прямо Valley Fair Store, это шоппинг-центр большой, и в Microsoft Store нам даёт возможность встретиться и познакомиться с моими добровольцами, а также с нашими выступающими, которые, кто сможет прийти, пожалуйста, если вы слушаете нашу передачу, вторник, четверг и пятница, это 13, 15 и 16 мая в 6.30 вечера вы можете прийти и встретить нас, мы, так сказать, ответим на все ваши интересующие вопросы и также приглашаем вашу маму, Света, приходите, и там будут тоже